В республике продолжается переселение граждан из аварийного жилья. Один из таких домов на улице Грибоедова, 5. Его признали непригодным еще в 2015 году. Дальше 6 лет ожидания и обращений в разные инстанции. Недавно людям сообщили о долгожданном событии. Вот только новоселье отметили не все жильцы. Почему так получилось, расскажет Алана Томаева. Вот так в пятом доме на улице Грибоедова выглядит электрощит. Эта дверь ведет в подвал. Жильцы стараются сюда не заглядывать. Хорошо помнят случаи, когда электричество замыкало от воды. Она, к слову, постоянно затапливала дом. Сюда же попадали канализационные отходы. От запаха избавились только недавно. Раньше он давал о себе знать жителям всей улицы. Дому почти 60 лет. В нем 60 квартир. Капремонта никогда не было. Справлялись местные своими силами. Меняли трубы, латали крышу. Этого было недостаточно. В 2015 дом признали аварийным. После, по словам жильцов, 6 лет тишины от администрации Владикавказа. И в конце прошлого года собственникам 55 квартир сообщили о переселении. Хозяевам оставшихся пяти долгожданную новость не преподнесли. Нас даже не уведомили о том, что дом будут расселять. Или же оповестили как-то. Или же позвонили по телефону или письменно. Этого ничего не было. И когда мы уже забили тревогу, нам в ответ сказали, а вы знаете, на вас финансирования не хватило. Дом стоял в очереди. Как бы на снос. Сейчас, на данный момент, по всем документам, и по федеральному, и по местному, этого дома уже как бы нет. То есть дом есть, но жильцов нет уже. Их как бы переселили уже на Ходарцево 37А. То есть они отчитали, что все 60 квартир получили квартиры. Мы пообщались с администрацией города, спросили, почему собственников пяти квартир не переселили, что с этим планируют делать. Нам ответили, действуют согласно соответствующей республиканской программе. Переселят всех, нужно просто подождать. Они запланированы переселиться до 31 декабря 2022 года. В настоящее время администрации местного самоуправления проводятся все необходимые мероприятия по приобретению квартир для оставшихся пяти квартир. Предположительно, это будет в том же микрорайоне, куда были переселены и 55 квартир из этого же дома. Вопрос есть и у тех, кто новую жилплощадь все же получил. Люди недовольны условиями, а некоторые и вовсе предпочли остаться в аварийном доме. Честно говоря, ужасно. Прям очень сильно сыпятся стены. И плюс ко всему еще внизу под ламинатом очень сильная влага. То есть ламинат уже стал подниматься наверх, как бы влага вот это дает о себе знать. А внизу пошел как бы грибок небольшой. Как бы знаете, в новом доме должны были они, наверное, чуть-чуть переждать, чтобы это все подсохло. Но нам этого времени не дали, как бы по документам. А по сути получается, что мы пока на данный момент здесь, потому что там невозможно жить. Вот эти пять квартир, которые остались здесь, вот как бы благодаря им мы пока здесь находимся. И у нас есть возможность что-то там поделать. Но это все идет за наш личный счет. Ответили в администрации на это. Говорят, жильцам, имеющим претензии к качеству строительства, нужно обратиться в управляющую компанию. Там составят список и письменно перечислят недовольство. Этот документ нужно направить в администрацию. Если на сегодняшний день есть какие-то проблемы, жителям дома необходимо, конечно, обратиться к нам. Такие разъяснения мы им давали. Мы готовы вместе с ними обратиться, в том числе по гарантийным обязательствам, которые у нас имеются с застройщиком. Поэтому никаких проблем в этом отношении нет. Еще одно замечание от переселенцев – распределение квартир по этажам между жильцами. Жилплощадь на верхних, в том числе, получили пожилые иллюзии, которым сложно подниматься. В МС ответили, в дом на Хадарцево переселили жителей сразу нескольких аварийных объектов. Это же распределяли, учитывая мобильное, жителей трех многоэтажек. И заверили, что для диалога открыты и готовы ответить на все возникающие вопросы. Олана Томаева, Диана Кабулотя, Новости Осетии.